Всем привет, это Сашка, сегодня учимся работать в программе Adobe Premiere и этот урок я сделал специально для новичков, то есть для тех, кто сегодня поставил эту программу и решил смонтировать свой первый ролик, мультфильм, клип, набор фотографий под музыку и так далее Поехали, открываем программу, я буду работать с шестой версией если у вас какая-то другая версия, не пугайтесь, там все то же самое но если какие-то есть отличия, я о них скажу Создаем новый проект, тут адрес файла на компьютере, где он будет располагаться а тут имя, нажимаете ОК В этой вкладке вам нужно будет выбрать параметры своего проекта то есть параметры исходного файла, который получится Для этого раскроете вкладку HDV и давайте я расскажу немного о них 720 и 1080, это разрешение по вертикали Это такое сокращение, если говорят, что у вас проект 720 это значит, что по горизонтали разрешение 1280, а по вертикали 720 Если говорят, что у меня проект 1080, то это означает, что разрешение по горизонтали 1920 на 1080 Да, я не оговорился, здесь именно должно быть 1920 Почему программа пишет это значение, я не знаю По крайней мере, выводит она в правильную Окей, что означает буква P и что означает I? P это прогрессивная развертка И она сейчас используется чаще Прогрессивная, то есть изображение появляется с разной экрана I это чрезсрочная развертка То есть это так формируется изображение на телевизоре путем смешивания двух кадров Окей, и что такое 25, 30 и 24? Это количество кадров в секунду Итак, давайте я выберу вот такой проект 720, 24 кадра в секунду И нажимаю ОК Для того, чтобы начать работать в этой программе Нам нужно в окно библиотеки, сейчас оно у меня выделено желтым контуром Перетащить файлы, с которыми мы хотим работать Это могут быть фотографии, видео, звук и так далее Сделать это можно двумя разными способами Первый это нажать файл, импорт И выбрать нужный файл нам на компьютере Нажимаем импорт Второй способ, это открыть папку на компьютере Выделить файл и перетащить его на это окно Итак, мы с этим разобрались Но так как мы все-таки занимаемся мультами Давайте я эти два файла удалю И загружу фотографии в виде секвенции Я их выбираю и нажимаю кнопку Delete Итак, как загрузить фотографии в виде секвенции То есть в этой секвенции каждая фотография будет занимать всего один кадр Мы нажимаем файл, импорт Берем первую фотографию и ставим здесь галочку Для того, чтобы ваша секвенция загрузилась правильно У вас должна быть нумерация цифрами 1, 2, 3 и так далее Вплоть до последней фотографии Без пропуска номеров Если будет пропущен какой-то номер, например, 146 Программа вам загрузит до 145 И затем вам надо будет выбрать 147 фотографии И нажать Import Sequence И он дальше будет сам загружать Окей, я выбираю все-таки первую и нажимаю Import Итак, теперь у меня в библиотеке набор фотографий Который представляет собой видеозапись Для того, чтобы начать работать с файлами, которые вы загрузили в библиотеку Их нужно перетащить на таймлайн Вот окно таймлайна Оно состоит из видеодорожек и аудиодорожек Если у вас аудио, здесь перетаскивайте его на аудиодорожку А у меня видео Я хватаюсь за этот значок и перетаскиваю на видеодорожку И мне сейчас программа говорит, что размер этого файла не соответствует параметрам проекта, который мы изначально создавали То есть вы помните, у нас 1280 на 720 мы выбрали А фотографии у нас размеры 1600 на 1200 И компьютер предлагает создать нам новые То есть не создать даже, а поменять настройки нашего проекта То есть на вот такие Если вы хотите поменять, то жмите вот сюда Я не хочу менять, я ставлю все как есть И с чем это связано? Это связано с тем, что есть госты всякие Которые говорят о том, что есть формат HD Это 1280 на 720 Есть Full HD Это 1920 на 1080 То есть это есть стандарты на телевидении Но вот таких вот стандартов нет А если бы здесь было 1599 Вот То есть смотрите сами, для чего вы делаете проект Если какой-то любительский Да, возможно, удобно будет согласиться с этим параметрами Потому что видно у вас все видеозаписи Либо все фотографии, они такого размера А у меня проект, который Ну, на который есть гост Да, какой-то Окей, поехали дальше Сейчас у вас есть видеозапись Но, возможно, вы ее на таймлайне не видите Это связано с тем, что нужно подвигать ползунок Он отвечает за масштаб таймлайна У меня этот ползунок вот такой А в более ранних версиях Он поменьше и находится вот здесь Вот, в этой области Окей Масштаб таймлайна изменяется к Месту там, где стоит указатель времени То есть я его поставил в конце видеозаписи Меняю И вот он, к центру этого указателя Хорошо, с этим разобрались Давайте посмотрим на Вот эту штуку Она у вас сейчас горит Наверное, красным цветом Давайте я это тоже изменю И теперь она у меня тоже загорелась красным Что это такое? На таймлайн попали файлы И они никак не обработаны компьютером И компьютеры нужно понять, как с ними работать Потому что, возможно, здесь есть еще какой-то файл Он накладывается на этот У них какая-то прозрачность Их нужно как-то смешать между собой А компьютер этого не знает Хотя вы видите, что здесь ничего нет Но он-то этого не знает Поэтому надо нажать клавишу Enter Чтобы он сделал рендер И вот он теперь как-то обрабатывает эти файлы Чтобы нам в прямом режиме отображать Вот в этом окне, что у нас происходит Кстати, это окно Это окно выходного файла То есть мы здесь наблюдаем итоговый наш проект Окей И каждый раз, когда вы видите, что эта полоска загорелась красным Делайте рендер Иначе в противном случае У вас программа может просто в какой-то момент взять и повиснуть Повиснуть из-за того, что Просто не сможет справиться с нагрузкой, которую вы задали Окей Переходим к следующим параметрам Что мы можем изменить у этого файла? Давайте найдем здесь панель Effect Control Если вы не видите Вот этот ползунок Потаскайте его Посмотрите, где она скрылась Я настроил все панельки так, как мне удобно И вот у меня она уже выбрана Я выбираю эту видеозапись И нажимаю Effect Control Раскрывая Motion И смотрите, у нас есть Scale То есть размер Мы можем двигать еще влево Влево-право-вверх-вниз Также можем вращать И у нас есть прозрачность Я надеюсь, у вас все получилось И давайте перейдем к следующему пункту Это анимация в программе Смотрите, мы открывали Motion И поворачивали, например, нашу видеозапись Ну пусть будет 56 градусов Окей, она повернулась И на всем промежутке времени Она повернута А как сделать так, чтобы отсюда До этого времени Она сама поворачивалась? Давайте сделаем значение 0 И я перетащу эти панельки Чтобы было более наглядно видно Смотрите У каждого из параметров Справа есть будильник Это означает то, что этот параметр можно анимировать Например, Rotation Вращение Мы нажимаем на этот будильник И появляется первый ключевой кадр Вот с таким вот параметром Например, 0 градусов Ну окей, пусть будет 0 градусов Мы перетаскиваем указатель времени Чуть дальше Мы его теперь можем таскать Либо здесь Либо здесь И говорим, что А теперь поверните на 90 градусов Ну, вот пусть будет так Окей Теперь нажмем пробел И у нас запись На этом промежутке времени Поворачивается Кстати, если вы хотите поставить Пустой ключевой кадр То есть не пустой А с параметрами Которые вот здесь вот То вы можете просто нажать сюда Зачем? Ну, например Вот отсюда досюда Должен пройти какое-то время Когда эта запись должна стоять Вот например досюда Вы нажали точку И это значение Опять сюда поставилось То есть, как вы понимаете На этом промежутке Ничего не происходит И мы передвигаем Таймлайн чуть подальше И говорим Верните запись Нормальное положение Давайте посмотрим Что получилось Окей Я думаю Я думаю С этим разобрались И давайте Я небольшое уточнение Сделаю Смотрите Вот это время Происходит действие Называется оно Тайминг И я могу Перетащить этот ключ Сюда поближе И вы понимаете Что теперь На это действие Будет гораздо меньше времени То есть, смотрите Запись еще быстрее повернулась Я могу еще поближе Перетащить Это действие Будет еще быстрее Либо я могу Эти ключи растащить По временной шкале И тогда Она будет очень медленно Поворачиваться Я думаю Вы это поняли Окей Переходим К следующему пункту Теперь поговорим О том Как обрезать И склеивать Ну например Видеозаписи Мне уже не подходит Моя для примера Я ее даю С таймлайна И давайте Импортируем сюда Две видеозаписи Файл Импорт Выбираем их На компьютере В данном случае Это Вот эта запись Будет и эта И нажимаете Импорт И вот они у вас Оказались в библиотеке Перетаскиваем Эту видеозапись На таймлайн И перетаскиваем Следующую видеозапись С которой Будем делать склейку Кстати Если вы хотите Посмотреть Как выглядит Ваш файл В оригинале А не вот Такой Какой он уже На выходе Вы можете Два раза Нажать на нем Библиотеки И появится Окошко Source В котором Его прекрасно видно И вы видите Что наш файл Сейчас не вылезает В сцену Он гораздо больше Окей Давайте изменим Размер файла Таким образом Чтобы он Влезал в сцену Мы это с вами Уже делали Хорошо И представьте Что у нас Таких видеозаписей Не 2 всего А штук 20 И нам на всех 20 нужно Сделать одно и то же Можно зайти Конечно В каждую Вручную И это сделать Но мы поступим По другому Выделяем Первую видеозапись Где уже все настроили Выбираем Motion Так как Motion скрывает Все эти значения Мы его Выбираем Нажимаем Ctrl-C Выбираем Видеозаписи Которые нам нужны Я вот так якобы Выбираю группу И нажимаю Ctrl-V Итак Я перенес Все эти параметры На эту видеозапись Окей Как склеивать Смотрите Я здесь нашел Очень интересную склейку Вот код Задевает растение И на следующей записи Оно должно шататься А как обрезать Эту видеозапись Есть 2 способа Первый Это есть лезвие Мы его выбираем Отрезаем И берем Этот инструмент Выделяем кусочек Который нам не нужно И удаляем Другой же способ Давайте я его покажу Вот на этом ролике Тут надо найти Такой момент Когда это растение Шатается Так это вроде Было в конце Итак Второй способ Это просто взять За самый конец И перетащить Он автоматически Привязывается К таймлайну Перетаскиваем Видеозаписи И ставим Друг к другу И давайте посмотрим Что получилось Чтобы лучше видеть Сцену Увеличим масштаб Таймлайна Вот по-моему Получилось Замечательно Я надеюсь Я надеюсь Что вы поняли Как соединять Теперь файлы Как обрезать И давайте я еще Дополню небольшим Таким моментом Может он так Сквозь прошел И вы и я Не заметили Смотрите Мы обрезали Видеозаписи Ну вот например До сюда И что сделать Чтобы она была Вот как раньше Смотрите Может схватиться За край Так Не зато схватился А может схватиться За край И вытянуть Видеозаписи То есть Она будет Такой Как и была То есть Не надо постоянно Из библиотеки Вытаскивать И брать новое Окей Я надеюсь Вы с этим разобрались И переходим К следующему пункту А следующий пункт Это эффекты Какие эффекты Можно сюда наложить В программе Много различных эффектов И все они находятся Вот здесь Например Выберем Видеопереход Такой видеопереход Вы видели часто В фильмах Мы хватаемся И перетаскиваем так Чтобы он подсвечивал Две видеозаписи То есть наложился На две из них И смотрите Что у нас получается Плавное перетекание От одного кадра В другом Окей Где вы настраиваете Смотрите Мы на него нажимаем И вот его настройки Вот это та область Которую он занимает Мы можем вытягивать И так далее Также можно это все делать Здесь сверху Хвататься за края И настраивать эффект Два раза нажимаю Ctrl Z Окей С этим разобрались Какие еще эффекты Часто присутствуют Часто есть этот эффект Его можно перенести На самый конец Видеозаписи Смотрите Вот он сейчас зацепился За край И мы отпускаем Что происходит Происходит плавное исчезновение Уход в черный Такое вы часто видели Если мы перетащим Этот эффект на начало То наш клип появится Из темноты Окей Я думаю Что с этим Вы тоже разобрались И давайте Теперь создадим Титры Для того Чтобы создать Титры Нам нужно Правой кнопкой мышки Нажать на пустой Области библиотеки И создаем Новый item Title Нажимаем Окей Выбираем Инструмент Type Tool И пишем Например Рыжик Так зовут Этого кота Закрываем Эту запись Давайте вообще Не будем закрывать Сделаем Такую еще Черточку Типа Это была Сноска Итак Выбираем Всю эту конструкцию И перетаскиваем Вот сюда Окей Теперь Закрываем Титры И перетаскиваем Их на Таймлайн Давайте Сделаем так Чтобы эта надпись Появлялась Вот В момент Когда появляется Кот То есть Вот здесь Слой с котом Окей И давайте Пока нажмем Рендер Пусть программа Сделает его И успокоится Нам осталось Изменить Размер Этих Титров И Местоположение Местоположение Меняется Очень просто Смотрите Чтобы не двигать За этот указатель И за этот Мы это уже делали Можно нажать Motion И двигать Одновременно Окей Изменяем Размер Хорошо И давайте На эти титры Также наложим Эффект Прозрачности То есть Появление Из черного В данном случае Мы сравняли По времени Эти два эффекта Окей У нас все получилось Давайте посмотрим На результат Да Осталось Такой же эффект Наложить в конце И тоже Сравнять их По длительности Вот они Совпадают Отлично Давайте я еще Немного расскажу О том Что можно настроить В титрах Вы помните Что в фильмах Они идут Сверху вниз Реже Слева направо И так далее Где-то настраиваются Чтобы попасть В настройки титров Нужно два раза На них нажать Либо на таймлайне Либо в библиотеке Где вам ближе Итак Нажимаем на них И Смотрите Для удобства настройки Лучше перейти Самое начало Титров Иначе они там Якобы Друг на друга Накладываются Окей Тут все хорошо Заходим Вот в эту вкладку И тут написано Стоячие Мы можем поставить Ролл Крутячийся То есть Сверху вниз Мы можем поставить Чтобы титры выходили Справа налево Либо слева направо Давайте сделаем так Чтобы они слева направо шли И нажмем Окей И кстати Пока не нажали Окей Можно поставить функцию Что Титры выходят Из-за экрана То есть Изначально Мы их не видим Если снимете галочку То Такого не будет Окей Закрываем И смотрим Что получилось А получилось вот что Наши титры Выезжают Давайте теперь Удалим эффекты Которые мы до этого Накладывали Потому что Они нам Сейчас мешают Если вам никак Не схватиться За эффект Вы можете Увеличить Масштаб таймлайна И кстати Посмотрите В титрах Давайте я еще раз зайду В них В настройках титров Нет к сожалению Никакой анимации По времени Да То есть Сколько времени Выделено на то Чтобы титры Вылезли До нужного нам места Да Вот до этого Все время Которое мы Задали для титров Если мы Выберем Вот такой кусок Значит Они будут Все это время Двигаться Окей Поэтому давайте Ограничимся Вот этим вот временем Чтобы они Побыстрее вылезли Ну смотрите Теперь они пропали А нам бы хотелось Их остановить Что для этого сделать Для этого Прибегнем К небольшой хитрости Идем в библиотеку Жмем правой кнопкой мышки И создаем Дубликат слоя Теперь заходим В этот дубликат Заходим В эту настройку И Ставим Стоячий Закрываем И располагаем Наш Дубликат Вот здесь Сразу За этим слоем И смотрите Что получается Наши титры Выехали И остановились В том месте Где должны быть Кстати Мы здесь Меняли настройки А здесь Настройки Настроек никаких нет Значит Переходим На слой с титрами Открываем Motion Ctrl-C И жмем Ctrl-V И вот наши Размеры Сравнялись Окей Осталось В конце Сделать Вот В черные Можно Вот этим Эффектом Сделать Вы конечно Понимаете Что мы сделали В принципе Не титры А какую-то Ссылку Нормальные титры Конечно Выглядит Следующим образом Я их сейчас Быстро сделаю Вы смотрите На что я жму Просто Напишу Слово Титры Для приличия Тут Кстати Вот есть Эти указатели Можно выставить По центру Закрываем Перетаскиваем Нашу всю Композицию Куда-нибудь Подальше И кидаем Титры На самое начало Смотрите Не влезает Вот так вот То есть Давайте посмотрим Какое время Будут показывать Титры Ну Окей Ладно Сойдет Подвигаемся Композицию Сюда Так Не схватилось Хорошо И обычные Титры Появляются Из черного И уходят Также в черное Чтобы здесь У нас Титры Полностью Уходили в черный Надо сделать Примежуток Хотя бы В один кадр Иначе Там два Эффекта Становятся Рядом Друг С другом Хорошо У нас Появились Титры В начале То же самое Можно сделать В конце Итак Нам осталось С вами Вывести Этот проект Как это Делается Чтобы вывести Проект Нужно Чтобы было Подсвечено Окно Таймлайна Нажимаем Файл Экспорт И тогда Тут подсвечено Медиа И мы попадаем В следующее окно Что тут Можно сделать Мы можем Не выводить Целиком Наш ролик Вот тут Есть Таймлайн Указатель Времени Итак Целиком Ролик Можем Не выводить А можем Вывести Какую-то Его часть Настраивается Это так Теперь Мы будем Выводить Только Вот эту Область Размер 548 На 362 Окей Тогда На этой Вкладке Надо будет Нажать Scale To fill То есть По размеру Итак Но В этом уроке Мы будем Выводить Целиком Ролик Поэтому Я снимаю Эту функцию Тут Пусть стоит Scale To fill В этом окне Выбираю Кодек H.264 Тут я Пишу Название Проекта Пусть будет 28 Посмотрите Чтобы Стояла Галочка Export Video И Export Audio Проверьте Еще раз Что Стоят Вот эти Настройки Кстати В этом окне Надо поставить Еще раз Компьютер Не доверяйте Поставьте Тот проект С которым Мы начинали Работать То есть У нас Это 720p Вот И проверяем Вот эти Настройки Если они Совпадают Движемся Дальше И посмотрите Сейчас Наш ролик Занимает 9 мегабайт А это Его Битрейт То есть Качество Мы можем Эти ползунки Перетащить Чуть подальше Ролик Сразу Становится Занимать Чуть Больше Места Но И его Битрейт Увеличивается Очень Эти функции Загонять Вдаль Не надо Потому что Компьютер Просто Может Не успевать Обрабатывать Этот Битрейт И Ваш ролик Будет Тормозить У других Ок Мы все Настроили Нажимаем Экспорт И вот У нас Пошел Экспорт Давайте Перейдем В папку Куда Это все Экспортируется И посмотрим Что Получилось А это Должно Быть Где-то Здесь И вот Наша Ролик Хорошо Я надеюсь У вас Все Получилось Я попытался Сделать Полный Обзор Программы Если вы Что-то Не поняли Либо я Что-то Забыл Пишите В комментариях И я Дам Подробный Ответ На этот Вопрос Ок Всем до встречи Пока